Это все эксперимент, и опять же, мы приходим к тому, что сегодня вы говорите, и то, что сегодня происходит... О, спасибо. Давай обратно. Это лишь повод, чтобы как-то обозначить, что на самом деле, вот я тему задал, я просто играю рок, что на самом деле все непросто. Ну вот, мне кажется, что это каждый понимает, просто когда звучат такие лукавые фразы, и песни достаточно известные, то это как бы становится неким штампом, вот, потому что, а многие говорят, что, а что такого, мы просто играем, вот, я хотел поговорить, вот, я просто снимаю, да, об отношении вообще. Вот, просто примочка ради прикола. Я уже начал об этом говорить, у нас был концерт в фестивале «Птица небесная», но опять же, я высказываю личную позицию, да, вот, я благодарен, что вы послушаете, и все нас слышат, вот, потому что на самом деле сейчас ситуация такая, что мы лишены вообще каких-то площадок, где высказывают, мне кажется. Полная свобода демократия, но вот эта свобода демократия оказалась обратная сторона, что вот раньше как-то люди могли высказаться там в каком-то подполье, одногородном журнале. Их даже больше могли люди услышать, чем у нас сейчас, вот. Вот, и поэтому я утверждаю, что вот даже сегодняшний концерт, вот, всем привет, да, вы вот видите, слышите, что на самом деле нам есть что сказать и поведать миру, вот, чем, есть чем поделиться. То, что происходит в основном сейчас, те площадки, которые люди высказываются, я, например, слышал мало чего полезного и интересного, вот, и поэтому мне кажется важным, опять же, вот, отношение именно музыкантов прежде всего, потому что слушатели, ладно, они слушатели, они, опять же, вот, у них есть выбор, они выбирают то, что им интересно, вот, и это их выбор. А с музыкантами все-таки мы говорим на одном языке часто, вот, хотелось бы больше понимания об отношении к тому, чем мы занимаемся. Опять же, я рассуждаю с позиции христианской, не знаю, все ли здесь верующие, под школу совершенно светской, если что, вот, если вдруг кто-то подумал, что здесь собрание какого-то библейского кружка или анонимные алкоголики, это все не произвещает их фразы. Нам уже говорили, что наше вот собрание, часто, на это собрание анонимных алкоголиков, вот, если кто-то был на стиле со творчества, там, считай, все представляются. Не, говорили, еще там, то, что похоже на сектантские сборища, ну, все такое. Но речь не об этом, речь о, вот, понимании авторов, об уважении к творчеству. Я рассуждаю с позиции, опять же, христианской, почему я об этом заговорил, что, ну, опять же, притч о талантах, да, и каждому был дан талант, кому-то, там, два, три. Четыре, пять. В общем, мы убеждаемся, что он дан, да, вот, и есть талант, и, соответственно, от нас требуется его развитие. Насчет, вот, рока, высклонения батюшек, ну, видимо, та же самая, там, какой-то дан талант, значит, надо его развивать, может быть, один, два. Вот, но речь об отношении, если мы не просто это делаем, то хочется, чтобы мы хотя бы сами уважали то, что мы делаем. Мне кажется, вот, не об этом сейчас важно сказать, потому что мы сейчас, мало того, что у нас нет площадок для сказаний, это все загнано в такую периферию и в такую резервацию, что, как бы, вот, достаточно жалко, вот. То есть мы, вот, задвинуты в самый такой темный дальний угол, вот, и часто сейчас уже человек с гитарой снимается, как какой-то человек, вот, музыка метро, замечательное начинание, вот, но именно такой складывается стереотип, это человек, который, вот, стоит с коробочкой, вот, у нас коробочка, да, что-то играет, замечательно, там, восстановились, послушались, все, порадовались и пошли дальше. Вот, я знаю, это как раз просто, вот, играть в рок, вот, радовать, вот. Или же вариант, что это все вытеснено в какие-то клубы, бары, вот, есть замечательный клуб Швайм, и он в Пашу писал, вот, но для меня, например, очень странно, когда музыкант соглашается играть в клубе. Я же она, да. Да, я поэтому, ну, в принципе, вот мы обсуждали на прошлом конце разговоре этот век не прошел про новомученик, был, допустим, не знаю, есть там клуб Сталин, вот, и люди, как бы, не смущаясь, в таких местах играют, и для меня это, например, признак некого несамоуважения и неуважения, ну, несамоуважения, это ладно, мне главное, что если это Божий дар, если это талант, то тем самым мы проявляем неуважение именно вот к этому божественному дару, но это моя позиция, вот, и очень печально, что многие с этим соглашаются, что наша позиция, именно где-то вот на третьем, десятом, то есть это вот искусство, культура, это все что-то неважное, непонятное, вот, тем более, что я вот столкнулся с культурой вот в нашем государственном исполнении, поскольку мы в Факеле, в Гармане были, мы в государственном клубе, и я, как бы, просто наблюдал вот отношение к культуре со стороны государства, то есть, с одной стороны, там что-то для эти деньги, но культура государства, это вот какие-то такие вот всенародные праздники и все прочее, вот, поэтому хочется, как бы, обратить внимание, что то, чем мы обладаем, это, ну, мне кажется, это какой-то драгоценный дар, опять же, я сказал, что я нашел золото, вот, и мое отношение, это как к некому золоту, как к некому бисеру, который, на самом деле, все-таки не стоит метать в тех местах, где, может быть, какой-то неподавающим к моему отношению, именно поэтому я, допустим, с радостью соглашаюсь делать концерт в каком-то маленьком, неприметном месте, там, на выставке, павильоне, но чтобы было уважение к творчеству, да, чтобы оно, как бы, было возможность его слушать, и в то же время уважение к слушателю, дело в том, что то, что мы играем, предлагаем, это, на самом деле, большое уважение к слушателю, потому что то, что делает, допустим, тот же самый Шнур, вот, по мне, это неуважение, то есть, при всем том, что это, может быть, очень нравится, но это оскорбительно, именно для человеческой личности, то, что там происходит, я не понимаю, почему люди на это соглашаются, но почему это соглашаются, вот, ну, у нас, в общем-то, поскольку я исхожу из позиции, что мир лежит возле, то ситуация, про которую очень хорошо, как Игорь сказал, вот Цой, у него ровно столько слов, сколько надо, Цой спел песню «Между землей и небом война», эта ситуация никуда не девается, она вот будет до скончания времен, как мы знаем, вот, просто у нас появился вот этот выход, да, из этой ситуации, раньше его вообще не было, вот, и мне кажется, что важно не забывать об этой войне, которая идет, это на самом деле так, вот, я всем рекомендовал книжку, которая меня поразила тем, что я там встретил то, что я нигде не встречал, я не знаю, почему, ни у Достоевского, ни у Гокли, может, это есть, я не знаю, может, и не братья, ни мое, но вот книга Картасара «Преследователь», там есть замечательная мысль, которая меня сразила, вот, там негром известный наш саксофонист Чарли Паркер, да, которого там прототип, он сидит в метро, и он поражается, он просто сидит, он наблюдает, да, и вдруг в его голове этой наркоманской появляется замечательная мысль вот о вот этой бренности и тленности бытия, потому что он говорит, что вот за секунду там люди проходят, вот чуть в сторону, они, кажется, в совершенно другом месте, да, их не будет, но там поезд проедет, вот, и вот это наше современное ощущение, которое, может быть, я не знаю, может быть, раньше это тоже было ощущение, но люди, которые живут в городе, это могут легко почувствовать, вот эту вот зыбкую грань между жизнью и смертью, между бытием, небытием, вот когда буквально шаг в сторону, да, и все, вот, и вот это вот есть война, о которой надо помнить, вот, и о том, что каждая секунда, она дорогая, каждое вот время, она должна быть потрачена с какой-то пользой, вот, вот, и мне кажется, что, про что это провожение, ну, Паркер, та-та-та, та-та-та-та, та-та-та, вот, правда, вот, ну, то, что вот это ощущение того, что жизнь и смерть вот это все рядом, но, когда искусство, не уважающее человека, оно как бы заставляет его забыть, вот, а на самом деле искусство его возвышающее, оно говорит, что, на самом деле это все рядом, но этого не стоит бояться, я, например, не понимаю, честно говоря, вот, некоторых угрызений Пашиной совести, не знаю, слушая песню, для меня просто эта проблема не стоит, и, может быть, я настолько глуп и туп, или, не знаю, что-то не понимаю, но мне кажется, если человек любит, то боящийся несовершенен в любви, вот, поскольку мы, надеюсь, любим то, чем занимаемся, то, чего бояться, вот, надо делать и быть достойным того дара, который у нас есть, вот, я как бы утверждаю, что этот дар действительно некая драгоценность, и это действительно культурная ценность, и мне кажется, что он должен быть подостоин, оценен хотя бы нами самими, вот, вот, и вот здесь есть замечательные вот эти вот элементы, элементы, я еще хотел сказать, что я вот отношусь к людям творческим, которым я встречаюсь, у меня есть замечательная возможность предлагать им сразу участвовать в концертах, даже в сотрудничестве, как неким элементам, вот, большой таблицы, да, каждый по отдельности он чем-то ценен, вот, но еще больше ценностей не представляю, когда они вместе, вот об этом я еще хотел сказать, и что все это не просто, да, любая встреча, любой разговор, ну, я думаю, об этом все знают, но почему-то забывают, что, вот, если мы выдергиваем один какой-то элемент, то не значит, что, вот, почему-то есть такая тенденция, вот, что-то взять или одну ноту, там, слушать, любоваться, но мне кажется, гораздо интереснее, когда это все звучит вместе, целиком, когда это сливается именно в эту игру, в оркестр, симфония, вот, и, в общем-то, мне кажется, в этом большой замысел нашего замечательного творца, вот, который нас, в общем-то, любит, и для этого, в общем-то, и призвал, и, и напоминает нам, что, в общем-то, мы, как бы, должны стремиться к некому единению все-таки, а не разъединению, вот. Ну, еще будет, поскольку была длительная речь серьезная, еще будут песни серьезные именно в отношении к творчеству, вот, там будут элементы, ну, ладно, все поймите, в общем, это песня шуточная, да, и там я обращаюсь к неким слушателям, которые явно не вы, то есть не обижайтесь, это я не вам говорю, а тем, кто, как бы, по ту сторону барной стойки. И не к слушателям ВКонтакте, естественно. А в интернете посты дал лайки, а я играю на балалайке, еще могу на укулеле, пока душа в дебилом теле, я вам сыграл бы на гармошке, а вы бы помолчали трошки, но вы, друзья, как и не садитесь, про вас расскажет, вас на месяц. Вам не досуг кого-то слушать, хотите вы, вот тогда кушать? Вы так орали, как на базаре, когда играли вон на гитаре. Я вам спою, чего же бою, но я готов с кем поспорить, увы, но знаю априори, мой голос конец суесловий. Я слышу постоянный грех, весь иничтожнейший игрок. Какой-то происходит шум, какой-то происходит гамы, бахы, бухы, брамсы, глюк. И знает слишком много, вот, и чешет, чешет языком, И говорит над дом осен, а лучше вешает лапшу И разрушает тишину. И остается помечтать, что все любили получать. А на ТВ, как на Немайке, мороз и солнце, Шоу да байки, румяны рады, дома хозяйки, пусть говорят. А ты без утайки, как хорошо, что так подзова, И ни к чему живое слово, а вы скорее развесьте куши И задушите ваши души. Я оставляю эти сети, их лживый дух не чужд и претит. Из древних слов мусорный ветер, из суеты орущий ветер. И я качу на белом байке, туда, где на просторе чайки, Где тишина звучит иная, и я, внимая, умолгаю. Не слышу постоянный грех, как иничтоженшими грунт. Какой-то извлекаешь, какой-то производит гамы, бах и бух, И в рамте глюк, и знает слишком много бух. И чешу, чешу языком, и говорит о том, о сём, Но лучше, ляжу я ошу, и разрушаю тишину. И вот мечтаю я опять, чтоб все любили помолчать. Но я вас очень попрошу, любите люди в тишину. Давайте слушать тишину, Храните люди в тишину. Храните люди в тишину. Раскрыпала ночь объятья, Мягкий склад и царственного платья, Драгоценных звёзд, Голея, Источа ледимая, Где я? Сны сиреневых тонн, Я летал на небесах, В зеркалах, В зеркалах, шарах, планет, Видел несказанный свет, И играл на горах, В серебристых облаках, И орган на гениально звёздный бог. Будет ночные фонари, Вырывая дух из темы, Сокровенной глубины, Открывая дверь внутри, Поднимая высоко ночь По вселенной окном. Поезд Никуда тупик конечной, Мир всей тяжестью давил на плечи, Суетей, Не веря, Быстро течной, Я внимал глаголом жизни Вечной. Ночь Ночь В сиреневых тоннах, Ночь Молитвы При свечах, Перед звёздным Оторём Предстоял я изумлён, И играл В облаках, В серебристых небесах, И орган на гениально славный бог. Ночь проходит утром век, В этой музыке габрик, Ночь растает и зайдёт, Словно воскрес, Словно лёд, Свет лягующей зари, День воскресный, Пострубит. Будет тень и не пройдёт, При дверьёх великий дом, Будет тень и настоёт, Солнце радости взойдёт, Солнце правды любви, Жизнь мир преобразит. Редактор субтитров А.Сёмкин Время уже закончилось, я просто хотел сказать в заключение своего выступления короткого, что я опять же на все смотрю с позиции какими-то странной вечности, хотя я там не был, вот не чувствовал. Вот, и, ну, опять же, поскольку я христианин, в хране это здорово ощущается, когда ты вырубаешься с потока времени и понимаешь, что есть еще у человека действительно душа, вот, на Киев правильно сказал, тело душа, но есть еще дух, про который мы сегодня уже не успели поговорить, значит, в следующий раз я хотел нас всем напомнить, что есть еще дух, именно дух все животворит, именно святой дух животворит, потому что духи тоже бывают разные, духи надо различать. Вот, именно духом святым мы все это что-то делаем, и все, что, как бы, соответствует духу святому, чего сомневаться, значит, это здорово. Вот, все, что туда вот идет, в одну цель, в один тоннель к свету, все замечательно, вот, немощно, пускай и есть овощи, вот, кто сомневается, а вот, а все дозволено любящему, вот, кроме, естественно, каких-то совсем уж ужасных вещей, вот, которые не относятся к духу, опять же, вот, и про дух мы не поговорим, вот, но, тем не менее, он есть, вот, и самое главное то, что есть еще, все мы знаем, что вот есть святые, о которых был у нас концерт, вот, а святые, соответственно, мы верим, что люди это живут и после смерти, да, по-разному живут, но вот, многие живут замечательно, еще лучше, чем здесь, соответственно, у нас есть замечательные наши собратья, живые, с которыми мы можем общаться, вот, то есть есть, помимо мира земного, есть небесный. Когда я сказал одному священнику этого на встрече, меня как-то так, даже Содружество оттуда уволили и сказали, оно нам не нужно, я сказал, что вообще-то вот каждый концерт, я как бы думаю, что на небе еще есть вот там ангелы, к тому же, есть святые, я уверен, что вот нашу встречу могут помимо трансляции в интернете вполне смотреть и ангелы, и вот, в общем-то, те люди, которые пребывают в духовном мире. Почему нет? То есть каждый концерт, на самом деле, имеет помимо вот видимых зрителей, да, которым еще раз большое спасибо за ваше внимание, еще невидимых зрителей, их может быть гораздо больше, чем стадион военные, олимпийские, вот, миллионы, миллиарды, вот, об этом не стоит забывать. Самое главное именно, вот, мне кажется, это вот, насколько это соответствует живостью, поэтому слово «живой», для меня очень важно, «живой», 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 «большое спасибо» вот за внимание. Спасибо.